Вы слышите нас? Я вас слышу. Спасибо большое, что сумели с нами все-таки выйти на связь. Вот смотрите, буквально сегодня, по-моему, появилась информация, что вы выдвинули новую версию исчезновения российского министра обороны Сергея Шойгу. Можете в двух словах об этом рассказать? Нет, мы не выдвинули новое объяснение. Не знаю, о чем вы имеете в виду. Может быть, о том, что... Говорят, что, ссылаясь на вас, есть такая публикация, что якобы вы опровергните это. Вы говорите, что Шойгу прячется в каком-то сверхсекретном бункере по Дуфой. Нет, это наша очень обоснованная версия. Я в это верю. Я считаю, чисто аналитическим заключением другого не может быть, потому что если в плане, в стратегии, в военной стратегии Кремля остается вариант с ядерным ударом, а он остается, сам Песков, когда выходил вместе со мной по СНН, пару дней назад он это подтвердил, то не может быть по-другому. Потому что нельзя, если они будут принимать решение потенциального ядерного удара, нельзя им потом начинать прятать военное руководство. Они заранее должны быть спрятаны. Так что я абсолютно уверен, что он находится в бункере, так условно говоря. А проследив его самолеты, его передвижение, его самолета, на котором он обычно прилетает, мы видим очень часто, практически ежедневные вылеты в Уфу. И поэтому, зная, что в этом регионе тоже есть такие очень защищенные бункера, то это дает очевидный ответ. А по вашей версии, Путин там же находится или где-то еще? Скорее всего, нет там, потому что мы видим другие перелеты, которые более засекречены, чем тот, который летит в Уфу. То есть самолет, который летит в Уфу. Опять государственные, правительственные самолеты, которые летают за Уралом, но они отключают свои бортовые транспондеры где-то в области Сургута. То есть, видимо, последняя фаза, она довольно засекречена. И, ну, скорее всего, там есть именно этот более элитный, так сказать, более элитный бункер, где находится элита правительства. На ваш взгляд, возможно, все-таки применение ядерного оружия России? Знаете, сложно ответить. Мы общались очень много с людьми изнутри спецслужб, которые должны понимать, это российские спецслужбы. Можно сказать, что те же самые люди, которые еще до начала войны, в декабре, в январе, нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он даже хвастался своим близким, близким кругом, что он готов на это пойти. Вот даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе провала, полного провала, например, взятки Киев, он может дать такое распоряжение. Но, что вот сейчас новая ситуация, что, ну, чтобы применить ядерное оружие, это не может сделать он красной кнопкой, это условно, ну, она условно есть красная, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке, до того, как реально ракета с ядерным запасом вылетела. И вот, ну, наши источники уверены, что найдутся, как минимум, там пару из этих пяти, которые не выполнят такой приказ. Поэтому он, зная, что этот риск существует, вряд ли даст такой приказ. Спасибо, Христо. Христо Грозев, главный журналист-расследователь Билинкет, был в связи на прямой связи. Продолжение следует...